здравствуйте друзья у нас тут вопрос как человеку работу поменять причем ему срочно ну давайте посмотрим значит я работаю инженером-конструктором в нефтепереработки lead design engineer так по английски написал то есть такой ведущий как в российской компании в москве но на данный момент очень хочу перейти в зарубежную компанию на позицию sales manager образование у меня биомедицина и фарм технологии это важно недавно открылась вакансия в одной европейской компании в московском офисе и вроде бы прошел сначала рекрутинговое агентство потом меня пригласили на интервью в саму компанию там после собеседования и чар сказала что у меня сильная жизненная позиция но я не совсем и убедил что мне не станет скучно со временем в продаже я аргументировал во первых саму идею перехода в зарубежную компанию следующими факторами четкие ясные задачи но это не столько факты сколько так сказать понимание да картинка перспективность стабильность планирования своей жизни ибо за пять лет своей трудовой деятельности не было ни одного работодателя который бы не задерживал слэш срезал зарплату не по моей вине а просто потому что сложные времена в компании четкое соблюдение трудового кодекса возможность общения со специалистами из мира науки позиция связана с химреактивами и лабораторным оборудованием для биофармацевтики рынок нефтепереработки в россии умирает ввиду упавшей цены на нефть и через два-три года такие проектировщики как я просто останутся без дела я решил позаботиться об этом заранее по зарплатным ожиданиям я подчеркнул что сознательно иду на понижение сейчас моя зарплата суммарная составляет около двух тысяч в месяц работаю на основной работе плюс две работы по совместительству ох ты господи на интервью сказал что готов идти на зарплату 1300 но посвящаю себя только одной работе и развиваться в ней сказали что если пройду в этот этап решать будет не и чар а руководитель непосредственной то мне стоило бы подготовить ответ по мотивации работы в сфере продаж более обоснованной чем я сказал что скажете михаил как на интервью пояснить мотивацию и позиции для резкой смены деятельности когда вроде бы в тик своей текущей профессии все нормально не бедствую но перспективы роста и стабильности не вижу пост скриптом зарубежные компании по моей инженерной деятельности лид дизайн инженеров калам энд даже не знаю реактек equipment это ректификационные колонны что ли ну ладно уже сказал бы по-русски не держит в россии r&d сектор то есть разработку не держит поэтому и иду в сейлс плюс я работаю по нашим стандартам а в иностранных фирмах инженер работает по зарубежным поэтому подавать свой резюме за границу нет смысла надо переучиваться и где-то у него значит интервью тут на днях и на этой неделе соответственно мы попробуем дать ему совет но ну попробуем ну давайте начнем может быть это не будет в таком логическом порядке но вот в том в каком голову приходит на ходу позиция по поводу двух работ дополнительных у него слабая потому что они у него есть но он готов отказаться но это как бы на словах готов а дальше мы не знаем вот аналогичная ситуация бывает например когда вы в банк приходите за тем что продолжить денег на покупку жилья вот ипотеку до приходите в банк и банк оценивает вашу кредитоспособность и вдруг выясняется что вот у вас есть там кредитные карты и вы в принципе на них ничего даже не берете вот если позвать его у вас есть три карты и может быть совокупности там на 20000 можно взять денег и они засчитывают эту сумму вот так как будто вы уже взяли денег и должны за них платить интерес и соответственно это уменьшает вашу способность одолжить еще и выгодите как же я же не не заимствую но вы же можете примете банк пытаясь себя обезопасить засчитывает эту вашу крик кредитоспособность вот там на стороне как уже реализованную и снижающую кредитоспособность в отношении этого банка то же самое здесь происходит вот человек это меня там значит есть там две подработки но я буду вот мы главное вот это я могу сказать что как менеджер я был и менеджер какое-то время у меня был тоже случай такой был парнишка один он учился у нас в школе и у меня практику проходил там где менеджером был и мне нужен был человек там вот в компании и а я знал что он там подрабатывает там нескольких местах он там пиццу возил там он еще что-то такое делал много-много лет назад был вот и и он говорит что я бы пожалуйста я готов то я все брошу мне для меня это так важно там и почему не хочу всю историю рассказывать но он как бы и в эту позицию мы ему дали вот но в ноте он не бросил как бы а продолжал вот как-то так там на двух на трех работах и так далее то есть вот например мой опыт как человека который в такой ситуации уже был и когда ему говорят мне вот это важно а подработки нет я могу сказать что выясняется потому что как-то вот так человек пытается совместить там и тогда если это важно для них то есть некоторые скажут какое мое дело что он там после работы делает некоторые скажут у нас такая работа что нужно все время там всю концентрацию весь фокус туда и я не я не хочу чтобы в трех местах работал я не знаю зачем это мне нужно поэтому значит эта позиция слабенькая дальше история какая и чар ему говорит ты меня не убедил что тебе скучно не станет понимаете и вот тут тонкий момент потому что вся эта история и все его аргументы состоят в том что для него это важно у него вот ну как бы перспективы там и так далее ну вот там где он работает как бы она там погибает и вот значит ему бы смыться оттуда и он готов на меньшие деньги хотя мы понимаем что он может продолжать держать эти две подработки если мы денег мало а кому денег много в общем пошло-поехало он не убедил этими аргументами никого в том что скучно ему не станет мы понимаем что человек хочет смыться из опасного места где может любой момент накрыться там понимаем мне например гораздо больше гораздо ближе была линия связанная с его образованием то есть все-таки у него образование там фармацевти и биохимии да так я понял вот работал он там в проектировании нефтяных сооружений поэтому если бы он сказал что я иду в такую компанию я так понял что как раз компания то этого профиля то есть он мог бы сказать ребята я всю жизнь там я я же вот по этой части я всегда хотел работать в этой области например но тут есть проблема одна связанная с тем что там он все-таки как-то инженерную работу выполняет такой естественно научным может может так то тут он должен в продажах быть и быть в продажах это совершенно другая как бы линия жизни что ли так это другие люди они с другими какими-то как сказать ценностями другим уровнем энергии может быть зачастую и так далее мы не видим много инженеров бывают случаи такие но это больше как экзотика инженеров которые перешли вдруг в продаж правда обратного перехода вообще я наверно ни одного не знаю чтобы человек был в продажах и вдруг ушел там на какую-то техническую работу но если только в розничной торговле был в продажах ну то есть понятно да то есть он не выполнял серьезную профессиональную работу в продажах а так по мелочи болтался конечно ему хотелось что-то посерьезнее он уходил там скажем в технические дела а тут значит как как убедить что он скучно ему не станет я думаю что лучшим ответом на этот вопрос было бы порыться в своем прошлом и поискать что-то похожие ну вот может быть допустим это не было отдельной работой но вот он однажды делал какой-то там проект или там подработка какая это была и он должен был там заниматься продажами и он как на крыльях летал и он вообще понял что вот это это его настоящая жизнь а вот то что он делает так вот там проектируя сооружение там для нефтепереработки это какая-то вот боковая ветка ну то есть идея в том что показать что он не вообще умозрительно готов и там уже ну кто знает будет ему скучно или не будет он должен показать что он уже это делал ему это было здорово и он уже как бы может предъявить что-то фактически кроме того что он когда-то думает что его там где-то нечего предъявить вот сейчас его предъявить ничего кроме слов и понятные мотивации по смене профессии это все понятно вот это его мотивация хорошо понятно но он не отвечает на вопрос почему тебе не будет скучно и вот я как бы в этом направлении сейчас пытаюсь обратить что еще нам может быть ну конечно что-то такое осязаемое лучше чем вообще разговор интересно правда ну давайте мы вот что сделаем поскольку мне так сходу в голову ничего больше с этим не приходит я еще раз повторюсь что ему скажут надо порыться в жизни где он может быть был вот в этом вот во всем частично там и так далее но но ему там нравилось он как-то чувствовал себя самореализованным самореализация это очень важное слово в жизни вот сейчас ему хочется уйти из компании такой в компанию такую из профессии такой в профессию такую потому что он вот боится что сейчас обломится там что-то и и он останется неудел а самореализация такая штука может быть у тебя даже здорово все но но вот есть драйв какой-то и нереализованный и вот и вот надо туда это это не требует это не требует как сказать ответа на вопрос почему вот человек так чувствует я помню рассказывал вам давно уже сейчас я повторю хохмачков значит вот михаил бородянский когда здесь был психолог питерский значит вот он такую цепочку устроил он говорит вот есть момент когда вопрос почему не задается но вот там чекает хочу поменять профессию это почему хочу больше денег заработать а почему тебе нужно больше денег ну хочу отлад откладывать больше накопить его но хорошо что ты зачем тебя накопить хочу купить там маленькую железную дорогу это зачем тебе железная дорога могут а ягод там вот буду семафора значит там стоять и вот поезда будут проезжать я нажимал кнопку да открылся там нажал кнопку он закрылся пойти и здесь уже нет вопроса почему вот это некое абсолютное счастье нажал кнопку открылась texting этой вопросы почему нет вот вот здесь есть вопрос ну он не отвечен и сама реализация такая штука где вопрос почему не возникает потому что каждому человеку хочется само реализоваться почему ему хочется самолизация он человек живой потому что мы все для чего ты в этой жизни понимаете пришли в эту жизнь и хотим что-то от нее получить и что-то отдать и получить и так далее поэтому я думаю что моя часть вот на этом закончилась а если кто-то из зрителей там воду на чеку присоветует я буду очень признателен и он наверное тоже я думаю что наш коллективный разум велик и опыт эти там тысячи людей я да я даже не знаю сколько-то народа посмотрит у даже две-три тысячи посмотрим эти какого масштаба за этим стоит коллективный разум поэтому я его и призываю на помощь счастливо